Вот сейчас я Андрею Петровичу постараюсь присоединить. Честно говоря, я не знаю, почему у меня нет звука. Ну, слава Богу, хоть вы меня услышали. Андрей Петрович сейчас присоединится к нам. Андрей Петрович, ну я уже начала рассказ на тему коронавируса. Тогда я повторю, тогда я повторю. Вы у меня сейчас подключаетесь, тогда повторю. Сошлюсь опять вот сюда. Я так понимаю, напишите, пожалуйста, слышно или нет. Слышно! Написано. Значит, смотрите, сайт CDC – это американский центр по контролю заболеваемости, по контролю и предупреждению болезней. Они выпустили очень большой такой обзор. Коронавирусная болезнь 2019 у детей. Соединенные Штаты. Апрель. Сейчас я попробую еще раз вас присоединить. Так вот, они показали следующее. Что из 149 тысяч заболевших вообще в Соединенных Штатах людей всего возраста среди детей только 1,7 заболели коронавирусом. Все пишут, что дети болеют очень легко коронавирусом. И это, конечно, кроме радости ничего не вызывает. Андрей Петрович, что-то у меня не выходит. Вы меня слышите или нет? Что-то вы у меня... Его присоединить. Сейчас тогда поступим так. Если слышен голос профессора, тогда будем на слух. Андрей Петрович, еще раз я пытаюсь... Извините за такую ситуацию. Прям не знаю, что мне делать-то с профессором Прадеусом. Которого я не могу присоединить. Потерпите еще минуточку. Сейчас присоединю. Возможно, что мы с Андреем Петровичем все отрепетировали. И все у нас вышло и получилось. А сейчас не выходит. Вот, Андрей Петрович, присоединитесь ко мне, пожалуйста. Не получается. Андрей Петрович, напишите мне смс. Я вас увижу, отсюда присоединю. Ну, в общем, не смс, Андрей Петрович, а вот сюда в прямой эфир одно слово напишите. Мне пишут, чтобы я вас не оставляла надолго. Постараюсь не оставлять. Просто у меня четыре дня шли съемки. Вначале программа «Здоровье», потом программа «Жить здорово». И я физически не успевала. Андрей Петрович, если вы меня слышите, напишите что-нибудь вот сюда, вот в ленту, какое-нибудь сообщение. Я вас отсюда присоединю, потому что по тому пути, по которому я вас хотела присоединить, сейчас не получается у меня ничего. Вот он, он, профессор Прадеус, мой прекрасный. Go live with профессор Прадеус. У меня пишут waiting for профессор Прадеус, ожидание профессора Прадеуса. Андрей Петрович, присоединяйтесь. Итак. Андрей Петрович. Ну вот у меня все, он пишет waiting, waiting. Расскажите прямо сейчас, пока мы вас слышим, какая ситуация с детьми. Ну, Андрей Петрович, снова вы сейчас, как вас буду видеть, буду снова пытаться присоединить. Какая-то у нас жуткая связь сегодня. Итак, пожалуйста, большая просьба ко всем. Перестаньте слать сердечки. Пожалуйста, перестаньте слать сердечки. Потому что я не могу подключить профессора Прадеуса, которого хочу подключить к своему телемосту. Пожалуйста, не мешайте нам присоединять профессора. Еще раз сейчас попробую. Вот он, Андрей Петрович, мой любимый. Сейчас я его добавлю. Андрей Петрович, сейчас пойду сменю комнату. Может быть, это поможет. Перешла. Вот мне вас слышно. Напишите, пожалуйста, перестаньте слать сердечки. Ну, то есть для детей грипп гораздо более страшная инфекция, чем коронавирус. Огромная просьба. Перестаньте лайкать и слать сердечки. Огромная просьба. Мы не можем присоединить профессора Прадеуса, потому что вы измучили своими сердечками. Пожалуйста, перестаньте их слать. Андрей Петрович, я с тупым упорством пытаюсь вас присоединить. Фактически не умираю. Все пишут о том, что дети болеют крайне легко. Израиль сейчас рассматривает ситуацию, чтобы... Мне пишут отключить комментарии. Еще бы знать, как это сделать. Я бы их сейчас отключила. Израиль сейчас рассматривает ситуацию. Возможно, разрешить в младшей школе выйти и учиться, потому что, видимо, родители тоже уже с ума сошли. Вот мне советуют выйти и снова зайти в эфир. Давайте я так и сделаю. Ну, у нас сегодня вообще не прямой эфир, а дурдом на каникулах. Между нами девочками, говоря так. Андрей Петрович, я так не хотела вас видеть, как хочу сейчас в эту минуту. Ладно, едем дальше. И к ситуации относимся очень взвешенно, несмотря на весь хаос. Андрей Петрович, какой-то кошмар. Прокомментируйте ситуацию в ЦРКБ Уфы. Андрей Петрович, вы слышали об этой ситуации? Там больницу закрыли на карантин. Так, мне пишут, врач пусть нажмет на стать гостем. Что-то вы не знаете, что действием на коронавирус не обладает. Но что витамин Д делает? Что тоже немаловажно. Ребят, вас попросили примерно тысячу раз. Не нажимайте сердечки. Для тех, кто не расслышал Андрея Петровича, витамин Д помогает иммунной системе сопротивляться. Опасен ли вирус для больных с аркаидозом, Андрей Петрович? В аркаидозе у людей тяжелое поражение легких. Поэтому у них очень легко возникает пневмония. А когда возникает пневмония, это самое главное осложнение коронавируса. Поэтому, конечно, люди с аркаидозом и с другими хроническими заболеваниями легких, они все в группе риска. У меня двое детей. Если, не дай бог, заражусь, значит и они будут болеть. Не факт. Мы уже приводили эту статистику. Приведу ее еще раз. Я привела вам статистику с американского сайта Организации по контролю и профилактике болезней. И вот там какие данные. Проанализированы все случаи с 18 февраля по, по-моему, 2 апреля. Из 149 тысяч заболевших только 1,7% детей. Андрей Петрович приводил испанские данные и говорил о том, что там еще меньше 0,6% детей. Мне пишут, что меня не слышно. Но Андрей Петрович, я уже даже сейчас, Андрей Петрович, люблю вас, но уже даже не буду делать попыток вас присоединить, потому что это нереально. Поэтому сегодня мы считаем, что дети практически не болеют. Если болеют, то болеют очень легко. Единственное, что надо знать, что у детей может быть ситуация, когда у них могут быть симптомы не респираторные, хотя они являются основными по-прежнему, а тип кишечного расстройства. Елена Васильевна, у мужа ночью останавливается дыхание, а утром болит голова. Это кислородное голодание. Что при этом делать? Мужу показано обследование во сне. И существует прибор, который называется СИПАП, который нагнетает в легкий воздух, чтобы у человека не было остановки дыхания во сне. Значит, про детей во всех странах мира показано, что дети не в группе риска. Они не болеют практически. Понятно? Как мой сын? Мой сын по-прежнему работает в коронавирусной реанимации. Я надеюсь, в ближайшие какие-то дни я его тоже присоединю к нам. Просто у него сейчас идут дежурства, и он не в состоянии принимать участие в моих прямых эфирах. Я считаю, что пик заболеваемости у нас уже сейчас. По всему миру начался спад заболеваемости. И это большое счастье. Прививка от пневмокока, от коронавируса не помогает, но она помогает снизить риск осложнения от коронавируса. Про детей раз и навсегда говорю. Дети не в группе риска. Они практически не болеют. При остео-распираторной вирусной инфекции никакого симптоматического лечения, никакого лечения, кроме симптоматического, нет. Добрый вечер, Елена Васильевна. Пишет мне Вереск 555. Скажите, пожалуйста, если у меня температура 2 дня 37,2, но других симптомов нет, надо ли вызывать врача? 37,2 – это нормальная температура. Людей выписывают из больницы, они совершенно безопасны. Частные клиники не принимают с признаками острой респираторной вирусной инфекции, потому что по приказу Роспотребнадзора мы должны этого человека сразу изолировать в изолятор, опросить и вызвать для него специальную скорую. Дети с БЛД в зоне Рыжской. Я не знаю, что такое БЛД. Прививка от пневмокока не помогает от коронавируса. Мне пишет Сергей Н.Л. Он пишет Елена Васильевна. Пошлите проклятье всем, кто посылает вам сердечки. Посылаю вам проклятье от Сергея. И большую просьбу не посылать сердечки. Как вы относитесь к сибирскому препарату ВЕТОМ? Я ко всем препаратам отношусь плохо, у которых нет доказательной базы. Почему в Америке рост заболеваемости? Вы знаете, причин несколько. Во-первых, в Америке не везде, а конкретно в городе Нью-Йорке. Именно в Нью-Йорке сегодня большая часть пациентов с коронавирусом. В Нью-Йорке дикая скучность населения. Вот в этих небоскребах. Во-первых, первое. В Нью-Йорке 8 миллионов людей живет. Это первое. Второе. Каждый день в город приезжает официально. Не меньше 14 миллионов. Сколько в Нью-Йорке находится нелегальных людей, даже трудно себе представить. Потому что их невозможно зафиксировать. Это первая часть. Вторая часть. В Нью-Йорке вот в этих небоскребах высотой там по 100 этажей просто натыкано крошечных квартирах столько, что скучность населения чудовищная. Это главные причины того, что происходит в городе Нью-Йорке. Поэтому там есть какие-то объективные обстоятельства. Я специальный пост на эту тему готовлю и думаю, что завтра или послезавтра его размещу. Не могли ли вы после эфира посмотреть в личную почту? Посмотрю. Если я вас найду, то все сделаю. Здравствуйте, Елена Васильевна. У меня диагноз – жировой гепатоз печени. Сейчас прохожу лечение. Соблюдаю диету. Вопрос – можно ли пить кофе, зеленый чай и ромашку? Можно. Вам просто надо похудеть. Жировая болезнь печени лечится снижением веса. Здравствуйте. Живу в Испании. Сегодня у нас начали работать некоторые службы. Как вы думаете, не рано? А давайте мы вас сейчас подключим к нашему прямому эфиру. Вдруг вы подключитесь. Go live with Evice Vera. Evice Vera. Мы вас пытаемся подключить. Беременные, меня спрашивает, Малышев или я? Вот как интересно. Беременные не в группе риска. Только сейчас по Первому каналу сказали, что 6% детей заболели. Ну и что? Мы вам привели статистику мировую, где дети болеют очень легко. Мне пишет Морен, педиатрия Афишева. В большинстве случаев у большей части детей респираторная инфекция переносится очень легко. Значит, данные официальной статистики. Покажу вам еще раз эти данные. Сайт Центра по контролю и предупреждению болезни. Это американский государственный центр, который фиксирует все. Проанализировано в США с 12 февраля по 2 апреля заболевания у детей. 149 тысяч всего заболевших. Из них 1,7% это те, кому от 0 до 18 лет. Это нижайший процент. Поэтому Андрей Петрович Прадеус только что пытался к нам присоединиться и приводил цифры, говорящий о том, что 0,7% детей в Испании заболело. Всего трое детей умерших из вот этой гигантской статистики США. Это очень мало. Как отключить сердечки, я не знаю. Сула Иманова, 1336. Я вас люблю. А я вас люблю. Когда будет доступен анализ на антитела? Первый уже зарегистрирован. И я надеюсь, в ближайшее время все пойдет налад. Пик заболеваемости в США сейчас как раз завершается. У них начинается, я надеюсь, падение. Но окончательно все об этом скажут только через несколько дней. У меня три дня назад пропало обоняние. Но каких-либо симптомов нет. Что делать? В целом можно ничего не делать, если у вас нет симптомов и не поднимать панику. Если хотите, можете сдать тест. Александр Васильев, я с ним сегодня говорила, чувствует себя нормально. Метатриксат при коронавирусе не использует. Дети любого возраста практически не болеют. Если болеют, то все переносит легко. Будем ли мы отмечать День Победы? Я бы отметила, но ветеранов бы 100% оставила дома. Я думаю, больше никогда не будут так перекрывать жизнь людей, как перекрылись сейчас. Это у нас был первый опыт. Мы научимся и будем вести себя по-другому. КТ или тест? Что лучше? Лучше всего не паниковать. В принципе, эта инфекция должна сопровождаться симптомами. Если у вас симптомы есть, то сегодня принцип такой, что не дожидаясь теста, делают компьютерную томографию. Прививка от гриппа при коронавирусе не помогает. Она защищает только от гриппа. Можно ли повторно заразиться? На сегодняшний день очень мало данных. Считается, что риск повторно заразиться есть только у иммуно-скомпрометированных людей. Кто это? Это прежде всего люди с иммунодефицитами, например, больные с ПИДом. Или онкологические пациенты, которые находятся на терапии, у них просто подавлен иммунитет. Или люди, например, с ревматоидным артритом, потому что они получают лечение, подавляющий иммунитет и так далее. У внука сезонная аллергия. По графику должна быть прививка от кори. Ему 6 лет. Щеки красные, даем фенистил. Но не очень помогает. Значит, смотрите. Это очень конкретная ситуация. Если у него прямо сейчас аллергия, то что ставить прививку? А вообще, в целом, если все в порядке, то специально Андрей Петрович отвечал на этот вопрос. Противопоказаний нет. Сколько делается тест? Тест на коронавирус. Сегодня есть тест от 2 часов до нескольких дней. ТОЦИМИЗУМАП сегодня вообще рассматривается как один из препаратов для лечения. ТОЦИМИЗУМАП 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 Так. Так, четвертый день, тяжесть в груди, как будто кашель, редкий кашель, редкий кашель. Стоит ли вызывать врача? Вызывайте. При пароксизмальной тахикардии, в принципе, все люди с отягощающими заболеваниями в группе риска. Как защитить себя во время беременности? Снизить контакты со всеми? Подтвердилась ли версия о том, что прививка БЦЖ спасает? Нет, пока не подтвердилась, потому что сейчас в нескольких странах, в том числе в Норвегии, набрали тысячу медиков, и их всех привьют вакциной БЦЖ и посмотрят, что происходит, есть ли реальная защита. Елена Васильевна, я вас люблю. Сергей Н.Л. Это я из Голландии. Все эти дураки, которые сердечки наживают, похоже им вообще наплевать на все. Дайте послушать темную женщину. Но, Сергей, хотите, я вас сейчас подключу к прямому эфиру, сейчас попробую. Расскажите нам, как дела в Голландии. Вот я пытаюсь вас подключить. Если подключитесь, будет здорово. Если этот вирус не опаснее свиного гриба, почему столько жертв? Ну, в России жертв мало, между прочим. Суммарно, если сравнить это с другими болезнями, вот мы только что делали программу про корь, сейчас там полтора миллиона людей больных коронавирусом. Корью сейчас же, за прошлый год, 9,5 миллионов. И это дети. Сейчас средний возраст умерших, по данным итальянцев, 79,5 лет. 79,5 лет. А при коре, средний возраст умерших, 5-6-7 лет. Сравните ситуацию. Это первое. Второе. За прошлый год от кори по миру умерло 150 тысяч детей. И еще 350 оставили с тяжелыми инвалидами после менингита и энцефалита, который развился в результате кори. Поэтому, конечно, эта инфекция не выглядит самой страшной. Увы и ах, это так. Я свою позицию не изменила. Так я хотела присоединить Германию или кого-то еще. До сентября карантина не может быть. Я думаю, что в мае будут все послабления. Беременные переносят вирус хорошо. Для беременных два исследования есть. Первое. Показано, это показали китайцы, что при кесаревом сечении, то есть когда ребенок не проходит через родовые пути матери, при кесаревом сечении вообще у ребенка нет коронавируса. Второе. Показали, что если ребенок рождается сам, то у него может быть коронавирус. Чем это объяснить? Неизвестно. Во всех случаях дети не болеют или болеют очень легко. Елена Васильевна, а в регионах обязательно будет так же, как в Москве? Нет, конечно, не обязательно. Я говорила, с Тюменью, там прирост два реанимационных пациента в неделю. Если бы не было паники по поводу коронавируса, их бы вообще никто не заметил. Температура 37,2 – это норма. Здравствуйте, уважаемая Елена Васильевна. Бабушки в октябре делали шунтирование, начали отекать ноги. Что делать? Срочно обратиться к врачу. Я из Швеции. У нас нет в школах карантина. Прекрасно. Так, Елена Васильевна, мой сын в детстве болел ветрянкой. Сейчас ему 34 года. Как его обезопасить? Он не в группе риска. Бронхолегочная пневмония у недоношенных детей, ребенку 9 лет, астма. Так. Праздновать Пасху в Фрайме точно не стоит, потому что туда придет масса пожилых людей. Сейчас, я думаю, страна попросила нас посидеть на карантине. Надо досидеть. Я надеюсь, что к концу апреля вся ситуация разрядится. Здравствуйте. У мамы трофические язвы. Не заживают по несколько лет. Это говорит о тяжелейшем нарушении кровоснабжения. О тяжелейшем нарушении кровоснабжения. Когда я говорю, что у детей могут быть кишечные симптомы, это значит понос. Лучший метод определения пневмонии – это компьютерная томография. Германия на связи. Ну, Германия, подключитесь к нам. Пытаюсь присоединить вас к прямому эфиру. Дорогая Германия. Вот бы Швеция была с нами на связи. Вот это самое интересное, что сейчас в Швеции. Так. О, Германия. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Адито Чирани. Расскажите, в каком вы городе и что сейчас в Германии? Я около Франкфурта, 30 километров. Мы живем в маленьком городке. У нас все хорошо. Я не знаю, мне так больно все время смотреть, видеть эту динамику такую негативную в России. У нас начиналось так же, но сейчас все стабильно. Умерших, вот я даже статистику записала с последних новостей. Новостей, значит, зараженных 123 тысячи. Выздоровевших 60 тысяч. И погибших от этой болезни около трех тысяч. Я думаю, что это отлично. Это очень маленькая статистика. То есть у вас сколько это получается? Наверное, даже меньше ноля, что ли, сейчас я посчитаю. Нет в процентах статистики? Нет, нет. К сожалению, нет. Сейчас посчитаем. И это так, как говорите вы, Елена Васильевна. Это не дети. Это люди с хроническими болезнями или протекающими какими-то параллельно болезнями. И очень пожилые люди. Я хотела сейчас у себя посчитать, какой процент смертности в Германии. Потому что, конечно, очень интересно. Потому что, ну, это все говорят, что... Ну, это, собственно, статистика мировая уже. Что это очень-очень-очень пожилые люди. Ну что, мы очень рады. У вас тоже режим самоизоляции? У нас режим самоизоляции. И у нас режим... Мы сами. У нас нет никакого строгого карантина. У нас там полиция не отслеживает кого-то. Люди сами сидят дома. Все, как говорится, их попросили. Никто не выходит, не нарушает никаких вечеринок. Немцы. Немцы. Вы всегда славились дисциплиной. Спасибо вам большое. Было очень приятно вас подключить. До свидания. Вам спасибо. Не болейте. Спасибо. Мне задают вопрос. У бабушки 5 лет назад была пневмония. При обследовании нашли гепатит... Вернее, антитела гепатиту С. Опасна ли бабушка для семьи? Дорогие друзья, гепатит С – это инфекция, передаваемая половым путем. В связи с этим бабушка ваша, 86 лет, для семьи вообще безопасна. Абсолютно. А что, с хроническими болезнями не хотят жить? Ложись и умирай. Да почему? Кто ж против-то? Конечно, надо жить. У брата давление 150, 160 на 100, 114 каждый день. Пьет лекарство, но оно повышено. Значит, неправильно подобрана доза. Вот и все. Это первое. Второе. Есть три способа, как снизить давление. Убрать соль, 30 минут в день, 5 раз в неделю ходить и... Господи, что ж ты, похудеть. Вот брату это надо сделать. Как вы оцениваете Беларусь в борьбе с коронавирусом? Дело в том, что я никакой статистики не знаю по Беларуси, поэтому я, соответственно, никак не оцениваю. Ответьте про Казахстан. Я не поняла, наверное, не увидела вопроса, поэтому не знаю, что ответить про Казахстан. Скажите, пожалуйста, беременем самоизолироваться? Ну, конечно, беременные это люди нежные, мы к ним с нежностью относимся. Несмотря ни на что, все-таки лучше самоизолироваться. А что скажете насчет того, что в Америке и в Италии? Я уже сто раз отвечала про Италию, про Америку сделаю пост. Про Италию у меня есть пост. Мы живем в Турции, у нас самоизоляция. Это Айда Кая. Айда Кая. Ну-ка, дайте-ка я вас попробую подключить к нам, узнаем, что у нас в Турции. Айда Кая. Пытаемся подключить вас. Влияет ли таблетки от давления на количество сахара при сахарном диабете? Нет. Для онкобольных коронавирус опасен, потому что онкобольные получают лечение и имеют пониженный иммунитет. По поводу маски уже тысячу раз все отвечали. Маска защищает нас от тех людей, которые больные могут распространять инфекцию. От вируса вас маска не защищает. В прошлом эфире вы отмечали о помощи России и Италии. Полностью с вами согласен. Кому еще мы помогаем, знаете, слышал об Италии, Сербии, ранее Китае. Где это можно узнать? МРТ – это плохой метод для выявления пневмонии. Компьютерная томография – это золотой стандарт. В Таджикистане нет вируса. Ну, слава богу. Эпилепсия не в группе риска. Днепр на связи. Мы очень рады. Так, у нас в регионе, в Оренбурге, открыли салоны парикмахерские химчистки. Лучше не ходить. Смотрите, если в Оренбурге нет заболевших, спокойная ситуация, надо продолжать работать. Однозначно. В Корее нет карантина, и все идет на спад. Да, корейцы, в Южной Корее, они прославились тем, что они протестировали практически всех. И показали, что заболеваемость низкая, смертность низкая. Вот мне приводят статистику про Белоруссию. Мне приводят статистику по Белоруссии. 3000 заболевших, 210 выздоровевших, 29 смертей. То есть у них ниже процента. Но хорошая статистика. В Казахстане 1000 зараженных, 110 выздоровели, 12 смертей тоже. Мастодином препарат нулевой, никакой, никакого смысла нет. В Красноярске беспорядок. Как заставить людей сидеть дома? В Турции комендантский час. У моего сына мононуклеоз. Иммунитет слабенький. Мы живем на севере город Ноябрьск. Грозит ли ему заразиться коронавирусом, если он часто болеет бронхитом? Еще раз подчеркну. Дети практически не болеют. Что касается города Ноябрьск, я думаю, я даже не знаю, есть ли там больные коронавирусом. Скорее всего, нет. Поэтому риски низкие. Но так как ребенок болеет, конечно, надо к нему относиться бережно. У мужа сахара меньше 14 не бывает. 37 лет. Инсулин, может, неправильно подобрали. Сахар 14. Норма сахара 5,5 ниже 6. Если сахар 14, это тяжеленный диабет. Тяжеленный диабет. Тяжеленный. Поэтому это нуждается в лечении. Даже не о чем говорить. У меня годовалый ребенок. У него началась эпилепсия. Немедленно начать лечить. Немедленно. Потому что если начать лечить рано, то ребенок будет жить нормально. И развиваться нормально. Не упустите время. Это очень важно. Годовалому ребенку можно делать МРТ. Ответ – да. КТ показала на легком узлы. Что это значит? Я понятия не имею. Такого нет термина у нас – узлы. У нас есть тени на легких. Меня спрашивают. У вас есть курды знакомые? Вы знаете, я когда знакомлюсь с людьми, мне все равно, какая у них национальность. Я никогда не спрашиваю. Здравствуйте. Вы курд? Если курд, тогда познакомимся. Не проходит кашель. Анализы в норме. Снимок хороший. Кашель влажный. Поставили бронхиальная астма, но не уверена, что диагноз правильный. Значит, смотрите. Диагноз вам, скорее всего, поставили правильно. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с другим врачом. Если дети не болеют, зачем закрыли школы? Школы закрыли, потому что вирус новый, все боятся и перестраховываются. Это первое. А потом в огромном количестве взрослые ходят в школу. Поэтому что же тут говорить. Сахар 5,9 – это норма. Почему запретили гулять? Подождите. Солнце, воздух и вода – всегда было правило и норма. Сейчас дети вынуждены сидеть дома. Смотрите. Глобально, конечно, вреда в прогулках нет. Но все ведь собираются кучами. Взрослые стоят, мамы болтают, дети играют, собираются кучами. Пытаются ликвидировать скучность людей. Понять это можно. Доктор Проценко в нормальном состоянии. Кто делает тест на коронавирус вплатно? У врачей в Сергиевом посаде нет такой возможности. Врачам в Сергиевом посаде тест сделают бесплатно, потому что они сотрудники государственных больниц. Надо только позвонить в ваш областной Роспотребнадзор и договориться об этом. Так, дорогие друзья, начиная с сегодняшнего дня, я каждый день буду выходить в прямой эфир. Дома у меня домашних животных нет, но всегда были собаки. Все это закончится до конца апреля. Я все равно ставлю на то, что наш президент парад 9 мая на Красной площади организует. Еще раз повторю, все ветераны должны будут посмотреть парад из дома по телевизору. Но парад должен быть. На этом я на сегодня закончу. Еще раз скажу, что сегодняшний прямой эфир я сделала ради того, чтобы показать вам, что вся мировая статистика говорит о том, что дети практически не болеют и не умирают. Вот это самое хорошее, что сегодня известно про коронавирус. На этой неделе я буду снимать, как делаются тесты. На этой неделе я буду показывать тесты на коронавирус, тесты на антитела. Я съезжу еще в больнице Федерального медико-биологического агентства, где сейчас тоже развернут стационар. Будет ли парад на Красной площади 9 мая? Я считаю, что должен быть. Меня бьют часы 21.00. Спокойной вам ночи. Я желаю вам здоровья и счастья. До свидания.